Обменять часы скуки на минуты наслаждения пришла в Струковский сад большая любительница чтения Ксения Попова. Точкой притяжения для нее здесь является шкаф для буккроссинга. Сегодня Ксению ждал приятный сюрприз. Шкаф пополнился новыми экземплярами. Девушка тут же присмотрела себе книгу. Говорит, фильм про Анжелику видела неоднократно, а вот книга в руки попалась впервые. Я считаю, что сегодняшний день, на сегодняшний день это очень важно, когда можно прийти, открыто взять любую книгу, которая тебе понравилась абсолютно бесплатно. Если тебе что-то дома надоело, ты уже 15 тысяч раз это перечитала, можешь принести и поделиться, обменяться. Новые книги пополнили сегодня сразу три уличных шкафа для буккроссинга в Самаре. Помимо Струковского сада они появились в сквере на Революционной и в сквере Чехова, а также в 15 учреждениях культуры. Книги с помощью горожан собирали члены общественной палаты Самарской области и предоставили их читателям во Всероссийский день библиотек, который отмечается 27 мая. Самарские жители – это жители интеллектуальные, это жители креативные. И если мы даем право книге поделиться своим содержанием с новой семьей, может быть, дать какой-то толчок к мыслям, и эти мысли будут о комфортной среде для жителей нашего региона, то, конечно, мы это сделаем. Среди книг, пополнивших шкаф, есть и исторические романы, и учебная литература, и билетристика. И очень много о краеведении, потому что большую заинтересованность в проекте традиционно проявляет Союз писателей Самарской области. Для буккроссинга они предоставляют экземпляры, которых не встретишь на полках магазинов. Вообще буккроссинг, он очень важен, потому что люди в свободной форме, в свое свободное время спокойно могут взять понравившую книгу, забрать ее домой. Взамен, может быть, захотят на следующий день принести другую. То есть досуг в скверах, в парках, он будет проведен с пользой. Шкаф для буккроссинга в Струковском саду у горожан пользуется особой популярностью. За прошлый сезон оборот книг в нем составил 5000 экземпляров. Виктория Шарая, Григорий Плешаков, События.